Не поговорить ли нам о той мифологии, которая существует вокруг этих двух фамилий Ротшильды, Рокфеллеры? Ну вот как это, вот в обывательском смысле? Ведь как мы думаем, вот есть два больших денежных мешка. На одном написано Рокфеллеры, на другом написано Ротшильды. Эти два денежных мешка растут, и из-за этого происходят войны, цветные революции, дешевеет нефть, обвал рубля и так далее, и так далее, и так далее. И казалось бы, человек, который носит фамилию Рокфеллер, ну как минимум, часть этого денежного, огромного, глобального, мирового денежного мешка должен иметь. И эта часть, как нам кажется, в обывательском смысле, должна быть, ну, мягко говоря, немаленькой. Открываем новость о том, что этот прекрасный человек Дэвид Рокфеллер умер. И что же мы там обнаруживаем? Мы там обнаруживаем состояние в 3,3 миллиарда долларов. 3,3 миллиарда долларов. А дальше мы открываем Форбс. Находим, например, фамилию Михельсон. Да, я думаю, что вы знаете, этот человек, там, Новотек, там, и так далее, и так далее. Читаем строку состояния. Да, я думаю, большинство наших граждан не знают, кто такой Михельсон. Тем не менее, это самый богатый человек России. Вот так по-простому сказать. Да, уже он стал. 18,4 миллиарда долларов. Нищеброд. Нищеброд. Ваш Рокфеллер. Нищеброд. Просто ни-ще-брод. О чем это вообще? Слушайте, ну, давайте для начала будем разбираться вообще, кто такой Дэвид Рокфеллер. Так, ну, если мы говорим... Помимо того, что он нищеброд на фоне доживания. Ну, во-первых, один из мифов, который сейчас бушует в соцсетях, это, что вот у этого Дэвида, который на чуть-чуть не дожил до 102 лет, ему, оказывается, семь сердец пересадили. Это мировой рекорд. Да. То есть пережил семь пересадок сердца. Да, семь пересадок сердца. И вот все тут говорят, вот гад акулы, капитализма, мировой там жандарм, вот ради него там люди, которые в очереди, стоят молодые, они не получают эти сердца. И вообще, что он такой вот киборг, который пошел против законов природы и вот решил, аж семь сердец вот ему там дали. За большие деньги, значит, не нищеброд. Простой миллиардер столько не купит сердец без очереди. Давайте вот это является первый миф. Миф, который был разоблачен еще в 2014 году в Комсомолке, когда впервые появился этот фейк. В смысле, он ни разу, ни одной операции по пересадке сердца не было? Не было, конечно. И это вот наши почему-то подхватили. А история началась вот летом, в апреле 2014 года, в апреле 2015 года началась, когда какой-то дешевый сайт, американский, там, с витиеватым названием, вот, подал такой репортаж, что первый раз ему пересадили сердце в 76-м году. Через неделю, целый суток. После автокатастрофы. После автокатастрофы. Знаешь, кто не слышал, говорят даже очевидцы. Кто не слышал про семь сердец фейлера. Вот и все. Через неделю он уже бегал трусцой, хотя ему было уже за 60. Потом еще операции шли одно за дно, и, говорят, они не приживали сердца, и приходилось пить лекарства, из-за этого он посадил почки, и дважды в 98-м и 2004-м ему почки еще пересаживали. Последняя операция, как сообщал вот этот сайт, произошла накануне 99-летия его, а накануне 100-летия. Ну, примерно пару лет назад. Ну, в 15-м году. 15-й год, да, да, да. Накануне. Значит, и ему 6 часов уже дело на рук далеко продвинулось. Уже не сутки, а 6 часов. Бригада в его поместье, бригада частных хирургов. Через 36 часов он уже давал интервью журналистам. Вот я мечтаю 200 лет прожить, и каждое новое сердце – это новый прилив энергии. Значит, все это оказалось вранье. И вот у нас специалист по фейкам Женя Несын в редакции, который проверил, оказывается, ну, фейк – это чисто, это сайт, специализирующийся на фейках. Мы тогда… Ну, и вообще было ясно, если он созвал пресс-конференцию, почему ни одно уважаемое западное издательство, издание об этом не написало. У нас все, даже серьезная наша газета, опубликовали новость, и везде ссылочка вот на этот какой-то левый сайт был. Ну, если с сердцами сейчас более-менее все понятно, но там, кстати, и трансплантолог, который якобы с ним работал, он тоже опровергал. Да это все, ну, это смешно, нигде этого не было, да это так вранье. На самом деле, давайте, вопрос встает, почему же он так долго прожил? Ну, во-первых, 100 лет – это уже теперь не рекорд, у нас академик углов не миллиардер прожил больше 100 лет в свое время. Во-вторых, богатые живут подольше, чем бедные, поскольку здоровое питание, продукты и прочее, прочее, прочее. Отсутствие стресса. Ну, отсутствие стресса, если их не убивают конкуренты или если нет излишества, которые губят. В-третьих, я скажу вам, просто у него прекрасные гены были, наследственность прекрасная. Во-первых, его дед, прадед, прожил 96 лет в XIX веке, 96 лет, для XIX века – это цифра очень огромная, 96 лет. Его дед, основатель вот этой всей династии… То есть он внук? Нет, правнук, то есть его прадед прожил в XIX веке. Но вот эта иерархия… Нет, тот еще не был миллиардером. Он, получается, внук того самого Дэвида. А вот тот самый Дэвид, первый долларовый миллиардер планеты, это уже рекорд реальный, он прожил всего полтора месяца, не дожил до 98 лет. Его отец 86 лет прожил. Ну, и он у наследственность, то есть он прожил почти 102 года. Вот и все, хорошие гены были. То есть Дэвид Рокфеллер – это внук первого в мире долларового миллиардера. Да. Очень четко. Денежки и гену, да. Если с сердцами понятно, с генами более-менее тоже… Почки тоже, конечно. С почками тоже более-менее прояснилось. Правда ли, что пишут, что Дэвид Рокфеллер, несмотря на такое скромное состояние по факту его жизни, 3,3 миллиарда долларов, был человеком достаточно влиятельным. Ну, например, он неоднократно приезжал в Советский Союз. Ну, неоднократно приезжал. Якобы в 64-м году с Хрущевым встречался. Было, было, было. Он встречался дальше уже с Горбачевым. Горбачев, ответный визит в Нью-Йорке, они встречались. Вот это все. Ну, Горбачев, ну, насколько это влиятельная личность? Это и есть самый влиятельный человек, который общался с Горбачевым. Значит, во-первых, давайте уберем слово «нищеброд». Вот с этого начнем. Ну, я иронизирую, я иронизирую. Значит, вот Михельсоны, прочие Абрамовичи, игейцы, вот по сравнению с ним, на самом деле, нищеброды, по сравнению с Рокфеллерами. Во-первых, они никакого... Ну, многие из них из грязи князей вырвались сразу же. Никакого влияния они не имеют в мире. Так, накапали, накапали и все. И скорее яхты приобретают и прочее. Значит, если мы говорим о Рокфеллере... Вы опровергаете просто фразу, на которой строятся глобальные мировые изменения. Бабло правит миром. Вы сейчас прямо говорите, что все это фигня. Это, знаешь, это вот понты новых русских миллиардеров и западных. Значит, ну, во-первых, если мы говорим о Ротшильдах, о тех же Рокфеллеров, надо брать не вот этот конкретный его капитал, но это все эти рейтинги, это на публику. А состояние общее, семейное, эти семейные состояния, они веками были. У Ротшильдов там с 16-17 век, у этого с 19 века он уже владел компанией нефтяной. То есть у него была в 19 веке монополия, вся нефтянка была его. Значит, там вот по подсчетам экспертов, где-то у Ротшильдов общее состояние клана за 3 миллиарда, за 3 триллиона... Состояние одних и других по нынешним подсчетам. Приблизительно. Приблизительно, да. Никто не знает, они же не для того веками копили свои деньги, богатство семейное, чтобы его... Чтобы как депутаты Госдумы отчитываться. Да, 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 отчитывались, да. Во-первых, тот же самый Дэвид Рокфеллер, то есть Джон Рокфеллер, основоположник династии, в 1937 году, когда он умер, у него было миллиард один и где-то почти полтора миллиарда, 1,4 миллиарда он оставил. Как эксперты Форбса считали, в переводе на деньги 2010 года это 338 миллиардов, ну, с учетом инфляции всего. Это не вот левые эксперты, там, Форбс, такую там кто-то в 2007 назвал по ценам, учитывая инфляция всего, где-то 308, ну, в общем-то, сейчас, я думаю, и больше было бы. Вот с какой это... Ну и что после этого Гейтс и наш Михельсон, который по нынешнему эти доллары, ну, нищеброды. Во-вторых, есть хорошее выражение, Вилли Старка был такой герой, вся королевская рать, ну, тот известный, реально, причем он был персонаж, он говорил, что доллары, они только до какого-то момента имеют значение, а дальше значение имеет только власть. Так вот, эти люди, которые реально, если не правят, то влияют на мировой процесс, скажем так, то есть влияние их куда значительно, пусть у него на самом деле 500, какое-то там 83 место было вот в день смерти его написано. У Дэвида Рокфеллера. Да, у Дэвида, якобы, 500. То есть он сильно влиял на мировую политику. А что, как могут влиять даже Гейтс? Ну, как он может влиять по-настоящему? Не могут они влиять. Лоббировать законы. Ну, какие законы лоббировать? Сейчас пришли к власти нефтянники, под крышей товарища Трампа, нефтянники, опять же, один из них, это из фирмы Рокфеллера, и люди Суэлл-стрита. Подожди, давайте разматывать клубок потихоньку. Я хочу, чтобы еще раз очень четко в эфире прозвучало. Итак, Ротшильды и Рокфеллеры. Вот нынешнее состояние совокупных семей, где-то 3,2 триллиона у Ротшильдов, они более обширны в ряде стран, и где-то на триллион поменьше у Рокфеллеров. Вот такие кланы. Ну, туда входят, там же переплетения сложные и т.д. и т.п. И уже не найдешь. И здесь надо объяснить, что, когда мы говорим Ротшильды и Рокфеллеры, мы не имеем в виду, что у этих людей в паспорте именно такая фамилия. Это капиталы крупные, в которые входят, соответственно, разные группы влияния в разных странах по всему миру. И теперь поговорим... Можно ли обозначить, хотя бы, опять же, примерно, вот как мы обозначили их, так сказать, бюджеты совокупные, можно ли обозначить, кто больше, так сказать, под влиянием Рокфеллеров находится, кто под влиянием Ротшильдов? Имея в виду компании, страны... Компании, тут сложно говорить, вот лучше по частям света. Да. Значит, Америка больше под влиянием Рокфеллеров, тот же Китай, Европа под влиянием Ротшильдов. И это заключается в том, хотя бы, что Рокфеллер, это был ярый проповедник, идеолог глобализма, и он это сам не скрывал, везде заявлял, глобализм, нужно захватывать мир. Но глобализм этот, сейчас мы видим, накрывается потихоньку. Брексит, Трамп, это почему? Потому что глобализм, он, вот самый наглядный пример, трансатлантическое торгово-промышленное партнерство, которое пробивал Обама. То есть хотел заключить... И из которого выходит Трамп сейчас. За который, они еще, как он может выйти, если оно не было подписано? Это вышли из Транс-Тихоокеанского. Это из Транс-Тихоокеанского. Да, а здесь он хотел самую большую в мире вот эту торговую площадку, зону свободной торговли Америки и европейского рынка. Значит, что? И это было бы, как один из умных людей сказал, это была бы американская зона с автоматчиками Янки на вышках. Только Германия одна могла бы что-то получить. А все остальное, остальные превратились бы страны Западной Европы в то, во что они превратили сами восточную страны Восточной Европы. Тоже нашу Прибалтию, которые тоже разрушены, все едут на заработки туда, как и поляки туда. Вот, а Ротшильдам, которые имеют свои интересы... Ну, не только Ротшильд, это старые аристократические семьи Западной Европы. Это Ватикан, который тоже значительный игрок. Но они этого не хотели. Ну и что? Сначала Брексит вышла из общего рынка, скажем так, выходит Англия. А затем вот и Трамп победил, который тоже против вот всего этого. Он понимает, что глобализм не осилит, не сдюжит сейчас, что им надо с Америкой разобраться. Вот такой примерно расклад. Где в этом раскладе находится Россия нынешняя? Ведь есть факт, я не знаю, может быть, вы скажете, что это фигня, это вовсе не факт, но пишут, что, так сказать, отношения между Россией и Ротшильдами начались еще в конце XVIII века. Якобы Екатерина II отказала английскому королю Георгу III в посылке карательного экспедиции, экспедиционного корпуса, речь шла о 20 тысячах казаках, да, на подавление восстания в колониях. И якобы на эту просьбу, значит, откликнулся принц Вильгельм I, Саксонский, как пишут, который якобы за 8 миллионов фунтов, я проговариваю мифы, мы с нами мифы говорим, да, значит, выплачены в казначейских бумагах 8 миллионов по тем временам фунтов, якобы, да, он предоставляет этих наемников, его управляющий, значит, Ротшильд здесь всплывает впервые, значит, в истории взаимоотношений, якобы, да, Россия с Ротшильдами, это фамилия, принимает эти бумаги со скидкой, их, эту скидку, точнее, присваивает, и на этом начинает строить, значит, якобы, вот, благосостояние семьи Ротшильдов. Там они, благосостояние их строилось в каждой европейской стране, у них поэтому потом, это, основатели он разослал их по разным странам, своих сыновей династии, Амер этот, Ротшильд I, который, они везде были, и потом появились банкирские дома в столицах, это было, да, где-то, и дальше было... Но это лишь маленький кусочек пазла, вы хотите сказать. Это маленький кусочек, да, но Рокфеллеров тогда не было, Рокфеллеры только Джон начал свою империю строить там во второй половине 19 века, и уже его компания Standard Oil в конце 19 века стала самой крутой в мире по нефти. Значит, в то время, но в то время Ротшильды, они были в России, они вот на тех же бакинских промыслах, из-за чего Сталин там революционером, там и остальные там против них выступали, а потом, после революции, их потеснили, учитывая, что они были эксплуататоры на Кавказе, а Сталин оттуда на Кавказе, пролетариатом боролся вместе против Ротшильда. Значит, тогда пришли Рокфеллеры к нам, тихой сапой. Значит, вот те первые пятилетки, индустриализации, как известно, которые во многом финансировала Америка, шли к нам, плыли и заводы целые, это, в этом были деньги и интересы Рокфеллеров. Это было так. Дальше, значит, Рокфеллер вот покойный ныне, он первым проложил дорогу к нам уже в Москву. Дэвид. Дэвид, да. Он был первым, который уже сам реально с семьи проложил дорогу. Значит, за несколько месяцев, за пару месяцев, кажется, до свержения Хрущева, он здесь, в Москве, два с лишним часа с ним общался и сказал, что хороший человек. Ну, что, связано ли как-то это со свержением Хрущева, нет, неизвестно. Он общался с Косыгиным, премьером, премьер-министром. Но... Это уже позднее. Да, это позднее. Он встречался с Горбачевым, значит, но его человек, известный, были у него два помощника, это Бжезинский и Генри Киссинджер, человек, который называют патриархом мировой политики, это просто-напросто человек, ну, оруженосец, скажем так, Рокфеллеров, потому что он в 50-х годах свою карьеру в Америке начинал как раз в фонде братьев Рокфеллера. И они его вытащили наверх. Он был госсекретарем в то время, когда вице-президентом был старший брат Рокфеллер. Вот и все. И он постоянно приезжал сюда, двигал политику разрядки между Брежневым и Никсоном, всякие эти, то есть он продвигал эту тоже политику. Значит, дальше вот с Горбачевым он встречался перед развалом СССР, а потом Горбачев в 92-м к нему поехал уже в Америку договариваться, а какой там от помощи 75 миллионов долларов на создание президентской библиотеки по американскому образцу, хотя уже президентом не был, на создание фонда какого-то глобального, за что вот интересно вот эти 75 миллионов, не знаю, выплатил или нет, но это реальный фонд. Между прочим, святой человек во сне. Во сне, тихо ушел, зато сколько шума, да. Тихонечко, да, а мы говорим до сих пор. Человек, который была единственная одна жена, в отличие от нынешних олигархов, которые меняют жену как перчатки. Я же говорю, святой человек. В сне шесть, да, и первый, и основатель династии, и второй, у всех была бы одна жена. И долго прожили, и родили там по шесть детей. Да, о его влиянии. Ведь понятное же дело, что, ну, очевидно совершенно, что его влияние там только на встречах с Хрущевым, на Горбачевым там и так далее не ограничивается. И его сфера интересов Советским Союзом тоже не ограничивается. Да, как сказал Нью-Йорк Таймс в «Некрологии», что этот человек, где она даже не упоминала, что у него там сколько-то миллионов, миллиардов долларов, что это значение его влияния в мире, ну, нельзя выразить ни одним официальным титулом. Кто он такой, что нет такого титула, который... Это была очень влиятельная фигура, как в Вашингтоне, так во всех мировых столицах. И везде его принимали как главу, с такими же почестями, как главу государства, простого банкира, скажем так. Если официально он был банкир. Человек, который стоял у истоков Бильдербергского клуба, который называют филиалом тайного, мирового правительства. Он был всё время с первого заседания, входил в совет там исполнительный, и утверждали повестку дня, что и как. И до последнего времени, пока здоровье позволял, он там ежегодно участвовал в этих заседаниях. Он создал тройственную, знаменитую трёхстороннюю комиссию. Это Северная Америка, Япония, Западная Европа для того, чтобы решать вот на этом уровне все мировые вопросы. У него ещё был один совет знаменитый, который он возглавлял долгое время, международный, тоже такой общественный в Америке. Поэтому плюс ещё там разные вещи. Плюс он создал... На его деньги создали римский клуб знаменитый, который пытался даже Андропов там как-то конвергенцию с Западом наладить, мосты навести. То есть вот там, где решаются вроде бы многие вопросы. И он там или руководит, или за кулисами стоит, но основатель как Бильдербергского клуба. То есть вот оно влияние, которое миллиардами долларов не изменит. Не измеришь никак. Первые и основные интересы на территории бывшего Советского Союза какие были? Ну, нефтянка? Нефтянка, конечно. Это в первую очередь. Почеснили, ну, не только нефтянка. У них было и... У основателей даже и стали литейные компании, промышленных много. Нефтянка была только одна из... Там много чего было. И вот они... Ну, и бизнес главное. Он продвигал бизнес. Прежде всего бизнес, ну, и интерес Америки. Вот эти первые заводы, которые везли из Америки к нам, это за ними стояли Ротшильды. Твою, Рокфеллеры стояли, да. Рокфеллеры, Рокфеллеры. Тогда потеснили они из этих. И вот дальше вот встреча с нашими лидерами. Это, ну, территория Советского Союза, она огромная была. То есть рынок-то хороший был. Недаром он сюда ехал. И плюс он считал, что мировые вопросы надо решать с учетом Советского Союза. Поэтому была и теория разрядки при Никсоне с Брежневым, и чему содействовал Киссинджер, его посланец, который приезжал тоже в Москву, решал эти вопросы, понимая, что... Но он, конечно, имел интересы подмять Советский Союз где-то. То есть бизнес есть бизнес, да, но он на территории как-то... Ничего личного. Ничего личного бизнес есть бизнес, да. Горбачев был последним, да, нашим крупным руководителем, с которым лично встречался. Да, лично встречался. Но Владимир Владимирович Путин, когда стал президентом, ну, он приезжал в 2003-м на презентации своих мемуаров сюда, но уже и возраст не тот. Ну, понятно. Да, и все, и он уже так, ушел в тень где-то. Ушел в тень. Но сюда более десятка раз приезжал в Москву Генри Киссинджер, повторяю его посланец, верный оруженосец, как и Бжезинский. И он, ну, если Бжезинский это человек, там, польско-еврейский, он местечковый, он как-то против нас настроен плохо. А вот Киссинджер, он таким стал связующим звеном, он постоянно с Путиным больше десятка раз встречался. И это человек, которым принадлежит знаменитая фраза, что если хотите узнать Путина, читайте не Майнкампф, а Достоевского. И как только Трампа избрали, он заявил, что готов встретиться с новым президентом, объяснить ему, как наладить мосты с Россией. То есть об этом же он говорил в Давосе и высоко оценил, вот недавно в январе, и высоко оценил, опять же, Путина. То есть явно влияние это есть. И это, опять же, направление то, которое наметил и проводил в жизни его хозяина, Дэвид Рокфеллер. И вот, опять же, интересная история. Значит, сейчас госсекретарем Трампа стал представитель фирмы знаменитой нефтяной, жемчужины из разбитой некой антимонопольным законом, Стандарт Оил, Эксон Мобил, который прошел там, вот, кстати, Рокфеллер Дэвид прошел все ступеньки в банке в своем, хотя мог бы сразу возглавить. Нет, он прошел, как и в армии, он от рядового до капитана дослужился. То есть, в отличие от наших, он не прятался за спины там отца, брата. Вот так. И этот... На метро, говорят, ездил. Да. Рекс Тилерсон, который стал госсекретарем, кстати, награжденный Российским Орденом, то есть, он тоже, будем говорить, человек Рокфеллера. Да. Для нас это скорее в плюс. Ну, скорее в плюс, хотя ради нефтяных прибылей они могут и цены опустить, наращивая свои... Ну, главное, что можно... А это нам как бы в минус. Это как бы в минус. Ну, там вообще-то наши поставки, их поставки, они как-то не соприкасаются, поэтому тут... Если так огрублять, да, уж коли нефть затронули, если огрублять, то Ротшильды это сланцевая революция, да? А именно они? Нет, там в Америке сланцевая революция идет, да, Рокфеллеры, нефтяники стоят, и сейчас вот они снимают все запреты Обамы, чтобы наращивать нефтянку. И когда говорят, езд там чего-то это... Все уходят в тень цифровые наши эти гении-миллиардеры. Сейчас, ну, есть версия, что кризис скоро опять будет глобально-мировой, и поэтому миллиардеры пришли к власти, там уже, начиная с самого Трампа, Рокфеллер к власти не приходил. Ну, брат, был вице-президент, но чтобы президентом был, вот как Трамп сейчас... И там, да, и там банкиры с Уолл-стрита, с Гордман-Сакс, правда, они выходцы все, они из Рокфеллерского банка, но вот нефтяник стал госсекретарем, это Рокфеллерский человек. То есть там что будет дальше, мы не знаем. Политика мировая, вещь сложная. Так же, как и цены на нефть, которые откликаются на это очень-очень хорошо. Ну, постоянно Антон подводил к какому-то тайному мировому правительству, ну, тайному мировому... Так, конечно! Говорят, говорят, ну, нет его по большому счету. Хотя эта теория взята глобалистами у Маркса. Ну, Маркс когда-то призывал, будет диктатура пролетариата всемирной построить, а они решили, да нет, мы построим капиталистический, земной шар будет. Вот и все, они такой же с это... Но как коммунистам не удалось построить глобальную, на всем земном шаре, произвести революцию, так им не удается. Ну, какое может быть мировое правительство, если есть Китай? Оно же не сможет им управлять, у них свои интересы, они хотят быть главной мировой державой, то есть как на него... Есть Россия, которой тоже особенно не повлияешь, там вот санкции ввели все... Есть арабы, есть еще там масса Азии, которые, ну, сложно, поэтому они могут тайным мировым правительством быть, ну, западным, скажем так. Поэтому вот и есть всякие институты согласований, во главе которых и стоял Дэвид Рокфеллер, и трехсторонняя комиссия, и Международный вот этот совет, и Гильдербергский клуб, вот и все. Но это так, согласование, чтобы понимать, что у того свои интересы, у этого свои интересы, чтобы, ну, как-то мирно все эти вещи сводить, чтобы не было там такой реальной схватки, чтобы не доходило до убийств, скажем так. Ну, есть между Ротшильдом и Рокфеллерами какие-то там стычки, там, свои интересы каждого, но вот в верхних семьях убийств нет. Вот. Хотя вот у него погиб сын, наследник. Вот сейчас вопрос, кто станет наследником. Ну, да, это большой вопрос. Ну, вот, да, убили Кеннеди, но Кеннеди не входил в первые двадцатки, в первый клан Кеннеди. Ну, он маленький был на самом деле. А вот в таких больших, ну, убийств нету. Там пытаются вот все это под ковром сгладить, все эти конфликты. То есть все эти разговоры про мировой баланс, про то, что, собственно, от того, как Ротшильды с Рокфеллерами договорятся, зависит. Ну, конечно, нет. Ну, есть между ними конфликт, но ведь несколько лет назад они создали траст совместный, вложив туда 40, объединив 40 миллиардов долларов. И никто до сих пор не знает, а что это такое? Для чего это было? И Дэвид как раз подписывал с той стороны. Кто говорят, что вот, причем Рокфеллеры вложили больше туда. Они 37 миллиардов вложили, а Ротшильд только 3. И зачем это надо было? До сих пор непонятно. А зачем непонятно? Ну, уже все забыли об этом. Возможно, для того, чтобы подготовиться совместно к глобальному кризису. А кризис уже миропорядка идет уже, вот он надвигается. То, что уже глобализм, ну, не одержал победу, вот уже рушится. И в Америке... Это же становится очевидно. Да, очевидно. И там, и вот если Франция еще, и в Италии выборы парламентские показали, что тоже, ребята, против вот этого нашего Евросоюза. То есть ломается все. Да, значит ли создание совместного с Ротшильдами траста, то, что таким образом Рокфеллеры как бы признаются в том, что их глобалистические такие амбиции, ну, в общем-то, не состоялись. Мы не знаем, да, но глобалистически они видны. Ну, опять же, они не теряют глобалисты надежды. Они признают, что вот будет, наступают тяжелые времена из-за Трампа, но, мол, типа это не навсегда. Это все временно. Да, это временно. Потом они тоже, признав, что они больше заботились о себе, а не о народах. И народ фактически восстал. И Брексит, и Америка, видя, что элита, вот это глобально, она заботится о себе прежде всего. А народу тоже, как бы, подачку надо дать. Да, нам нужна какая-то подачка. Вот и все. Чего обещал Трамп? Он же народу чего-то там обещал. И новые рабочие места, миллионы там, и еще то, и это, и новые медицинские страховки. Много чего он обещал. И уже потихоньку вроде что-то делает. Спасибо. Шутко и интересно. Я думаю, что мы к этому будем возвращаться. Будем возвращаться. Благо поводов, я думаю, что будет еще огромное количество. Евгений Черных был в студии «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Антон Расланов. Подробности на сайте «Комсомолки» читайте kp.ru